Ни разу не видели вас в шортах. Да, редко было в шортах. Да, что-то жарко было в Москве. С утра, вообще в 7 утра я с домом выскочил. Там одно полуспортивное еще мероприятие имело место быть. Думаю, одену шорты, в них же прилечу, потом переоденусь. Прилетаю в них, уже времени нет переодеваться. В итоге вот у нас здесь шорты. Но заметьте, шорты такие. По правилам. Камил, уже больше 10 лет прошло после боя Газаев-Глухов. Вообще, когда первый раз пришла идея организовать им реванш? Честно говоря, что-то об этом вообще подумал месяца 4 назад. 5. Думаю, сделаешь ли Глухов на связи, Костян со мной. В Москву переезжает. Миша Газаев у нас в организации дерется. Кто как не мы. Ну и все, и вперед. Ну и кстати, я вот сегодня разговаривал с Газаевым. Его знаменитая фраза после боя о том, что попал он, выиграл я. Да, вы знаете то, что он вообще совсем другое имел в виду? Можете что-то предположить, что он на самом деле имел в виду? Попал он. Может, попал он, я выиграл. Нет, там было по правилам, выиграл я. На самом деле он это имел в виду. Оказывается, просто от усталости вот так вот показалось. А, ну так я тут примерно так и понимаю, что да, по правилам выиграл я, по полу выиграл я. Нет, посыл мне ясен был. Да, он как бы, он меня уронил, скажем так, но победа за мной, да, я пошел дальше. Это просто очень такая расхожая позиция для любительского спорта. Ну то есть вот, например, я там в любителях дрался, например. Мне вообще все равно было. Я спокойно, там, неважно, я буду тянуть время, правила как-то чуть-чуть где-то нарушать. Моя задача выиграть, да. В профспорте немножко все-таки другая история. В профспорте для людей очень важно то, что ты продемонстрировал в клетке, там, в ринге, нежели там кому в итоге подняли руку, если честно. Поэтому это и было так чуть-чуть. Ну, информация для тех, кто делает ставки на спорт. Букметерская компания Пари увеличила бонус новым клиентам, до 5000 рублей. Его можно получить по промокоду SE при первом депозите в 2500 рублей. Ты сможешь ставить на любое событие в ММА в лучшем приложении к спорту. К тому же, Пари дает широкую и интересную линию на каждый бой. Ссылка в закрепленном комментарии. Удачи! И чуть отвлекусь от турнира. Мы вот недавно с коллегами записывали интервью с Минаковым. И он сказал, что у него пока что есть проблемы с Белатой. Он не может пока там подраться. Он сказал, что рассматривает предложение за Россию. Вот Fight Nights готовы ли ему что-то предложить? Слушай, соперник такой нужен для Виталика. Сергей Харитонов. Ну, например. До этого боя не будет. Сколько лет уже мы этому солили. Когда дело до дела дошло, Серега Харитонов назвал цифры, зная, что на него никто не согласится. И все. То есть он как бы отказаться не отказался. Но и, называя такие цифры, ты априори организатора ставишь в положение, когда они скажут нет. И Серега это знал. Он 500 тысяч долларов что-нибудь тогда назвал, если не ошибаюсь. Он не со мной разговаривал, он разговаривал там с своими товарищами. Они мне звонят, по-моему, убалдевшие. Говорят, да нет, слушай, Камин, это нереально. Они хотели с организаторами, господи. Все. Нет, такого не будет. Поэтому здесь нужен соперник, соответствующий. Вася, Вась, можете я на секунду? Тут такая ситуация. Виталику Минакову соперника ищем. Он черный пояс, кстати, по Киокушин. Международник. Международник. Мастер-спорт международного класса. Готов, Ульяновск, главный бой вечер? Да ну как бы. Не, не готов. Все, проехали. Ну вот, видишь, ну как мы Минакову соперника найдем? Ну, Газаев. Вообще с Минаковым такая история. И если Виталик тренируется, он в форме, ему соперников не то, что в России, ему в мире-то не найдешь. Ну, найдешь, понятно, что, но это 5-6 человек, очень ограниченный круг людей. UFC отпадает. Кого-то можно условно из Беллатора, кто-то там в ПФЛ и где-то свободные агенты. Диапазон от КСВ до I1FC. Ну, все. Поэтому чего-то такого, от чего все подпрыгнули, я не найду. Меня удивился, когда вы сказали, что в сентябре он подерется. А против кого? Сейчас подумываем. Разные варианты были. Александр Лунгу такой кикбоксер есть. Потом Богдин Стойко. Богдин, кажется. Потом, ну, из Кей-1, ребята, естественно. Ага, тут занять что? Давайте соперника Вахитова, кому Вахитов сейчас проиграл. Ну, слушайте, ну, это смешно. Ну, Артем там, понятно, почему он проиграл. Где-то недотренирован, где-то там с утечением обстоятельств. Ну, что сейчас? Приглашать соперника Вахитова, мешка. Бить его и говорить, мы отомстили за Вахитова. Ну, смешно же, правильно? Поэтому, ну, там уже кто-то подсуетился. Давайте, мол, его сейчас, типа, месть. Тем самым докажем, что этот никакой, а этот какой. Нафиг это надо. Ищем. Сейчас ищем адекватную кандидатуру. Ну, этот точно не Мага, я так полагаю. Или есть вероятность? Нет, нет, нет. С Магой хотелось бы бой по боксу сделать уже в этом году. К концу года. А как планировать вот такой бой, учитывая, что непонятно, что будет с Владимиром? То есть, условно, вы объявляете бой, там, не знаю, 10 ноября, а потом в октябре Владимир говорит, я не могу. А я абсолютно разделяю твои эти. То есть, там продажа билетов на что-нибудь, наверное, за месяц только. Реально. Ну, к сожалению, так, да. Ну, я тут уточнил, что Вова, в принципе, тренируется. Конечно, это не те тренировки, о которых можно говорить. Там УФПшка, да, да, и прочее. Кроссы. Там ребят у него с армейки есть. Но это не то, да. Не знаю, пока не знаю. Но Вова говорит, что, типа, в августе будет плотно именно тренироваться в части уже боксерских перчаток. Со Штырковым уже практически согласованная история, да? Скажу так, она близка к тому, чтобы свершиться. Я разговаривал с Александром Скорединым. Александр Скоредин разговаривал с теми, кто рядом с Иваней находится. Там все-таки интересы РСС определенным образом же, да, присутствуют и так далее. Я думаю, что мы какую-то конфигурацию сейчас сложим. Типа бой по кикбоксингу. РСС просит, чтобы все это дело было еще с прицелом на бой, например, через год, по правилам ММА, на их площадке. Ну, все реально, я так скажу. Все реально, почему бы нет. Сколько они должны заработать за предполагаемый бой? Слушай, ну, я думаю, что 10-15 миллионов гонорар каждого – это адекватная цифра. Ну, то есть, что, скажу меньше, люди скажут, ты что, Камил, там люди уже дерутся за такие деньги. Ну, скажу больше, ну, что-то смешно будет выглядеть. Особенно сейчас, когда букмекеры, а это были основные, скажем так, поставщики бумажных купюр на рынке единоборств, букмекеры немножко уже от темы так отошли в целом. А за бой против Магомеда Исмаилова по правилам бокса? Вот сколько дальше заработать? Ну, здесь ставки будут повыше. Ну, не знаю, по 20 миллионов, наверное. Они в прошлый раз за ММА по 15 работали, все же в курсе. Здесь, наверное, попросят еще побольше. По 20. Камил, вы же в свое время пытались организовать бой Глухова против Минеева. По правилам кикбоксинга. Ну, видишь, подка... А если победит Глухов, представим, а почему бы Владимиру не подраться за абокатный бой в тяжелом весе? Это же история будет для Владимира. Согласен. В этом что-то есть. Ну, я сейчас думаю, 70 на 30 все равно в пользу Газаева. Мне кажется, все-таки Миша как-то вот по борьбе, что ли, физически как-то больше готов. Но с другой стороны, давайте так, если посмотреть историю Глухова, он бил там в проигранных боях, бил людей по печени, они падали и все. Руслана, Магомедова, еще кого-то, людей, которые были фаворитами. Поэтому посмотрим, не знаю. Сложно сказать, давайте до завтра доживем. Мы после турнира же с вами традиционно постоим, поговорим на эту тему в том числе. Камил, вот Дацик недавно высказал непопулярное мнение относительно интервью Федора Емеляненко о том, чем ему помочь, мы все его слышали. Он сказал, почему Федор должен ему запрещать вообще, в принципе, драться, потому что он же его не кормит. И он также высказался относительно ПОММА тоже резко. Вот есть ли в ответах Дацика на эту тему здравое зерно? Честно говоря, в Славе вообще здравое зерно гораздо больше, чем многие думают. Если внимательно посмотреть его высказывания, в целом, не то что сейчас, исторически, он, в принципе, никогда глупым человеком не был. Он просто очень своеобразный. Подача себя, как бы, да, и так далее. А по факту Слава-то не дурак вообще. И, в принципе, он сейчас по-своему прав. Он говорит, ну почему Федор должен мне запрещать? Он, знаешь, кто такой Федор, чтобы запрещать? И он там делает оговорку важную. Он дает понять, что он же не говорит, что Федор никто в плане единоборств. Нет. Здесь не обсуждается, что Федор легенда, номер один, там, на все времена и так далее. Нет. Он имеет в виду, кто он такой формально, чтобы мне запретить. Он что? Что-то делает для того, чтобы я это все получал? Или он создает мне альтернативу? Нет, не создает. Поэтому и запретить, в принципе, ну, не знаю, сможет или нет, но очень сильно в этом сомневаюсь. Именно это Слава имел в виду, и он по-своему прав. Камил, а вы помните реальный случай, когда Федор действительно помогал Александру? Ну, вот уже когда, не когда там Александр в молодости что-то делал, а вот из недавнего времени. Я думаю, этого было немало. Мы просто об этом не знаем. Ну, не будут же братья сейчас вещи, которые, как само собой разумеющиеся, да, ходить и из них делать что-то из ряда вон выходящее. А вот я помогаю брату, да само собой ты помогаешь. И Федор помогал, я уверен. Просто до пары до времени, там просто надоело помогать. Ну, мы же понимаем, что Саня, он как бы не готов к помощи. Тут проблема не в том, что Федор одно время не готов был помогать. Саня не готов был принимать уже эту помощь. Я думаю, дело и в этом в том числе. Ну, не знаю. Я думаю, что эта история, она все, она уже завершена. И, не знаю, они встретиться теперь могут только на похоронах, а есть. Если он сопьется, вот реально окончательно, то Федор на похоронах появится. Как брат, поминки организует. И вы же не подумайте, я сейчас не это, да, не ерничаю. Но это реально к этому идет. К этому идет. Это же видно невооруженным глазом. Это, конечно, самый худший случай, где-то промежуточный. То, что скоро, совсем скоро превратится в бомжа. И будет просто посмешищем. Поэтому, ну и можно Федора понять, ну что он должен делать, за ним ходить. Ну его в клинику отправишь, он из клиники выйдет, он будет пить. Он уже не маленький ребенок. У него сдерживающих факторов, как мы поняли, вообще не существует. Даже возможно зарабатывать хорошие бабки, да, и быть в тренде. Она же у Сани есть, согласитесь, у трезвого Саши. Она его вообще никаким образом, получается, не останавливает. Рамазан, я смогу сказать, что один из вариантов, это отправить Александра в полулегальные какие-то центры в Дагестане, чтобы его там как-то переформатировали. Вспоминается кирпичный завод. Но он же выйдет из них. Ну, вроде он говорит, что после того, как люди оттуда выходят, они по другому номеру рассмотрят. Что там такое с ними делать, интересно. Наверное, надо пробовать все варианты. Вы Сане задайте вопрос, а ему это надо. Он сам хочет. А вы в Игушетии находите, если не ошибаюсь, сейчас. Ну, знаешь, он сказал, что он готов, правильно? Нет. Нет, ну его же туда как бы не насильно увезли. Может быть, он пытается. Пытается как-то. Я же говорю, попробовать точно надо. Даже как-то так, может быть, через силу, через не могу. Надо пробовать, потому что, я же говорю, ну куда это все. Я вот уверен, что сейчас вот он с Ершовым подрался, выиграл. Ну, чем занимался Саня на следующий день? Вот я вот просто руб за сто даю, чтобы пил. Может, бабки появились, там еще что-то. Все уже к этому привыкли. То, что в Игушетии, здорово, хорошая новость, на самом деле. Если он там в клинике или вот на водах, на лечебнице, да, там и так далее. Там есть эта инфраструктура, я знаю, в горах. Вот. В принципе, если Саня оттуда выйдет и посвежеет, и не будет пить, то здорово. Глядишь, еще какой-нибудь шумный бой сможет придумать. Разочек. Спасибо. Спасибо, Каню. Спасибо. 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 Спасибо.